Дорогие друзья, которые меня слушают и смотрят, у меня для вас ободряющее послание. Благодарю вас за вашу верность. Ты скоро найдешь источник, вот название нашей сегодняшней темы. Несколько лет назад я был в Чаде, где я преподавал в библейской школе. Я попросил молодых людей на одной или двух страницах записать свою историю, свою встречу с Иисусом. Когда я читал их истории, я становился на очень необычной, о которой директор библейской школы ранее уже рассказал мне. Был один ребенок, который жил со своим папой в столице Чада. В то время его папа был военным. В какой-то момент его отец решил дезертировать из армии. Он взял военный грузовик вместе с ребенком, который даже еще не говорил, сбежал на север страны. Те, кто знаком с Чадом, знают, что если от столицы направиться на север, то неизбежно войдешь в пустыню Сахара. Через некоторое время грузовик сломался посреди пустыни. Конечно, они с собой взяли продовольствие, чтобы выжить в этой неблагоприятной среде. Но не было возможности отремонтировать грузовик. Дни проходили. Продовольствие заканчивалось. К счастью, в один из дней проходили бедуины. Когда отец увидел приближающихся бедуинов, он оставил ребенка в грузовике и убежал, так как он был дезертиром. Бедуины нашли совершенно обезвоженного ребенка в перегретом грузовике. Они взяли ребенка, реанимировали его и принесли в ближайшее исцеление. Там они сделали розыск, чтобы узнать, откуда появился этот ребенок. Розыск не дал никаких результатов. Никто не приходил за ребенком и никто не требовал возвращения ребенка. Ребенка отдали в детский дом, но однажды для него нашлись родители. Они увидели и заметили этого бедного, одинокого ребенка, который был травмирован, и усыновили его как своего. Много лет спустя передо мной сидел молодой человек около 20 лет на скамейке библейской школы. Его когда-то коснулось Евангелия, и он всем сердцем хотел служить Богу. Какая же это прекрасная история. В Слове Божьем содержится огромное количество замечательных историй. Позвольте мне прочитать вам историю, которая похожа на ту, которую я только что поделился с вами. Это Бытие 21 глава. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавия. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села против, и подняла вопль, и плакала, и услышал Бог голос отрока. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь, не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. История Авраама, Сары и Агаре совершенно невероятная. Авраам и Сара были образцовой парой, людьми веры, первопроходцами, кочевниками. И они направлялись в обетованную землю. Библия говорит нам, что они в какой-то момент спустились в Египет, затем вновь поднялись, чтобы зайти в обетованную землю. На этом пути их сопровождала Агарь, рабыня из Египта, которая выросла в другой культуре, говорила на другом языке и имела другое вероисповедание. Однако она оказалась в особенной среде, где жили Авраам и Сара, но также, где обитал сам Бог Авраам. Находясь в этой среде, в этой семье со всеми остальными прислугами, она была тронута верой своего Господина. Но Библия не говорит нам, действительно ли она приняла Господа в свою жизнь. Со временем напряжение возникло в этой семье, и Агарь стала суррогатной матерью и дала жизнь ребенку Измаилу, так как Сара не могла иметь детей. Проходит 13 лет, и чудом, согласно Божьему обетованию, об этом можно прочитать в предыдущих главах. Сара рождает в преклонных летах, появился Исаак. Напряжение возрастает еще больше, и атмосфера становится буквально невыносимой. В какой-то момент Авраам с разбитым сердцем просит Агарь покинуть дом. Писание говорит нам, что Агарь берет сына, которому 13 или 14 лет, и уходит в пустыню Версавия. Она очень быстро заблудилась в этой пустыне, так же быстро исчерпались все ее ресурсы. Ее силы заканчиваются, она плачет, оставляет ребенка и отдаляется, чтобы положить всему конец. Она оставляет ребенка, не хочет и не может идти дальше, не осталось у нее сил. Это мне напоминает людей, которые переживают подобный кризис в своем доме, в своей семье. Они переживают такие трудности, испытывают отвержение, страдание, невыносимое давление. Они не знают, что делать, и сдаются. Они сдаются, чтобы положить всему конец. Но именно в этот момент вмешивается Бог со своей благодатью. Если у вас закончились силы, Божья благодать придет. Когда умножается страдание, преизобилует благодать. Слушайте, Агарь услышала голос самого Бога. Он сказал, Агарь, не бойся. Я услышал голос отрока. Бог услышал голос отрока, который плакал, стонал или, может быть, молился. Голос ребенка коснулся Бога. Господь обращается к Агарь, у которой нет сил, которая видит только свои слезы, свое бедствие. Она была закрыта, лишена всякой надежды. Затем происходит нечто прекрасное. Бог открывает ей глаза, чтобы она могла увидеть колодец. Но она же могла раньше увидеть этот колодец. Однако только сейчас она увидела колодец, который все время был рядом. Бог открывает ей глаза, чтобы она увидела то, что раньше никогда не видела. Друзья, Бог желает также открыть и вам глаза, чтобы и вы увидели то, что раньше никогда не видели. Это нечто жизненно важное, необходимое, что вам позволяет продолжать свой путь и ободриться. Библия говорит нечто большее. Вы не только найдете источник рядом с вами, я теперь обращаюсь к Новому Завету. Господь говорит, «Если ты поверишь в Меня, источники будут течь в твою жизнь, через твою жизнь. Ты посредством веры в Меня сам станешь источником, потому что Моя жизнь будет течь через тебя. Она тебя восстановит, и ты сможешь продолжить свой путь, продвигаться вперед и даже давать другим». Представьте себе Агарь, которая берет свой мех, находит воду, получает ободрение, берет своего ребенка. Взгляд мамы и взгляд ребенка пересекаются. Она дает ему воды. Жизнь возвращается к нему. Хочу завершить следующими словами. Точно так же, как Агарь оставила своего ребенка, возможно, вы в молитве, в заботе, оставили члена своей семьи. Бог говорит вам «возьми его обратно». Возьми его обратно в свое сердце, в свою молитву. Не сдавайся. Я дам тебе необходимые ресурсы. Есть источник рядом с тобой, внутри тебя, который дает тебе от Бога в крайних случаях, чтобы ты имел смелость и силу идти дальше и мог вернуть к себе ребенка, на которого Бог имеет прекрасный план. Не сдавайтесь. Есть источник рядом с вами и в вас, Бог будет с вами. Взывайте к Нему, и Он откроет вам глаза. Пусть Бог благословит вас, радуясь тому, что вы будете возвращаться к этой истории. Редактор субтитров А.Семкин, Продолжение следует...